Татьяна, 14 декабря. Юля, здравствуйте, спасибо большое за ваши труды. Пожалуйста, очень приятно и полезно смотреть ваши видео. Много нужно уберу для себя. Замечательно. Порой по несколько раз пересматриваю один и тот же ролик. Очень много игр купила по вашим рекомендациям. Спасибо большое. У меня к вам просьба. При возможности сделайте видео, обзоры по играм и игрушкам с 2 до 3 лет. Когда имеют трудности с выбором, на играх либо не пишут возрастную категорию, либо возраст, либо стоит возраст 3+. Хотя дети уже справляются с этими заданиями и в полтора года. В интернете тоже очень трудно найти грамотные рекомендации. Вам доверяю, буду ждать. С уважением, Татьяна. Татьяна, вот чтобы мне сделать обзор по играм, по играм и игрушкам для 2-3 лет, это надо мне пойти и купить все эти игры, игрушки. Но вот все, что мне нужно было в клубе для работы, мы все купили и сделали. И с вами этим поделилась. Поделились мы. Все, что нам не нужно... Я на велосипеде собрался ехать. Не ездите по пешеходному переходу на велосипеде. Вы должны... Он на той и пешеходный, что вы пешком должны перейти. Да, ехали, слезли с велосипеда и идете. А то вот несетесь и прям под колеса. Нельзя по пешеходному пешеходу на велосипеде. Правилам дорожного... Пешеходный переход, да. Остановились, слезли и в руках провезли вам правила дорожного движения. А то летят все. Вот сейчас прилетела бы, да, красавица. Так, значит, еще раз говорю, и это всем говорю, не только Татьяне. Многие просят, снимите проект, снимите для пяти, четырех, шестилетних. Ну, поймите, пожалуйста, чтобы это все снять, это нужно все купить. Ну, а зачем мне покупать? Ну, во-первых, купить-то мы можем, да, но это не нужно. Потом куда это все девать? Вот те обзоры игр, которые вы видели у нас на канале, ну, мы, я считаю, что мы их сделали много. И Данилова, и Никитин, и Оксу мы рассказали. И Кубики для всех, и Смайл Декор. Мы же много обзоров сделали. И все эти игры, о которых я рассказывала, они, я специально вам подобрала те игры, которые подходят и годовалому ребенку, и семилетнему. Например, взять игру Гиго Волшебная нить, вот на примере этого. И все игры, которые вы видите у нас на обзорах, их можно использовать для годовасика и для семилетнего, но с усложнением. Вот на примере игры Волшебная нить. Чего это? Поговорить решила, скучно стало, да? Вот на примере Гиго Волшебная нить. Ведь можно дать эту игру и годовалому ребенку, чтобы он просто палки вставлял. Можно двухлетнему, чтобы он по цвету их вставлял. Можно трехлетнему, чтобы он по периметру вставил. Можно четырехлетнему, чтобы он это все прошнуровал. И можно семилетнему, чтобы он это все сделал по схемам. И вот все игры, о которых я рассказывала в наших обзорах, они так и предполагаются. Я об этом и говорила, что годовалому просто элементарно что-то куда-то поставлять. Эту же игру. Эту же игру трехлетки уже по цвету с каким-то замыслом. А семилетки это уже по схемам. Поэтому посмотрите еще раз обзоры. Как правило, детям... Какой тут возраст у нас Татьяна просит? Куда смотреть? Два-три. А, два-три? Сейчас. От двух до трех лет. Да только все наши обзоры, мне кажется, на эту тему. От двух до трех лет. Это схемы уже добавляются. Это в домино можно играть. Это пазлы добавляем. Это на координацию какие-то игры можно, когда аккуратненько ставишь, чтобы не упало это. Ну, в виде весов. Это геометрические какие-то пазлы в виде Даниловой и в виде Никитина. Кубики те же Никитинские туда. Это вообще классика. Никитин, я считаю, что должен быть у всех. Сложи круг, сложи квадрат. Кубики для всех. И кубики сложи узор. Кубики третьи у Никуб. Ну, можно не всем иметь. А вот, который предыдущий назвала, это всем можно иметь. Кто хорошо любит складывать всякие геометрические пазлы, это, значит, опять же, Данилова, опять же, Никитин. Оксва. Очень хороший там, как он, геометрик у них называется, да? У Оксвы. Для тех, кто хорошо, ну, настольные игры однозначно все это, ну, кто хорошо любит вот с логикой дружить, не просто конструировать, а кто с логикой дружит, это все настольные игры. Кто где живет, кто что ест, дикие домашние, фрукты, овощи, лото, в общем, всякие вот наобобщающие группы. Как только вы видите какие-то задания на обобщающие группы, все это берите, все это нужно. Мебель, потому что нужно все классифицировать, как я вам говорила. Мебель, животных, посуду, обувь, одежду, инструменты, профессии, все-все-все, вот настольные лото, это у вас обязательно должны быть, это в каждой семье. Это все если вы игросите, мы можем ссылки на игросите и кинуть, и они там погодят. Ну, а чтобы знать, что давать в том или ином возрасте, опять же, нужно вот эту вот программу иметь. Я-то откуда это знаю? Опять же, не с головы. Это все в программе написано, что в возрасте от двух до трех лет мы проходим это. С трех до четырех мы проходим там профессии времена года. С четырех до пяти мы проходим то, что сделала природа и какие природные явления есть. Ну, я вот отключена. Это я же все помню из программы. Если вам очень прям нужно, ну, купите эту программу, скачайте, в конце концов, она в интернете есть, все эти конспекты. И там в этом, как он называется, план, да, план у тетради, оголовление. Там же все перечислено. Фрукты, овощи, природные явления. И вот вы будете знать, какие настольные игры брать. Ну, в общем, все по обобщающим группам. Теперь для сюжетной роли в игру, ну, наверное, рано. Это ближе к трём годам, чтобы у вас было что-то. Врач, парикмахерская, магазин, пожалуйста, кухня должна стоять. У меня сын вообще прям просто трясся. Я так очень переживала, что мы ребёнку, мальчику покупаем вдруг кухню. Но он года два играл, мы купили кухню, у него была посуда, фартуки, коробочки. С удовольствием он залипал вот как раз с двух с половиной до трёх в эту игру залипал. Вот, какие-то сюжетные уголки пусть у вас будут. Смотрите, чем ребёнок увлекается-то больше. Конструкторы, пожалуйста, тоже должны быть либо магнитные, либо, ну, крутить-то ещё отверткой, наверное, сложно, вот эти вот железные. Конструкторы, которые вот друг дружку в виде лего, да, пожалуйста, пусть это будет. Что ещё? Какие игры? Значит, настольные сказали гуманитарий. Конструирование – это конструкторы. Сюжеты – это уголки сюжетные. Что ещё? Ну, сейчас вам мамочки тоже накидают, какие игры у них дома есть, да? Мам, тоже подключайтесь, давайте, напишите, у кого какие игры пошли на ура, вот друг другу вы здесь поможете. А так я основное сказала. Сюжетные, настольные пусть это будут, и конструирование какое-то, чтобы это воображение работало. Плюс ещё с подвижными играми не забудьте. У кого есть уголки, как они называются, гимнастические – это плюсы. Замечательно, чтобы лестница была, чтобы были качели на чём-то повиснуть, зацепиться и висеть, чтобы сетка какая-то, либо набитая, как у скалолазания, вот выступающие штуки, чтобы зацепиться, лазить. Горка, может быть, съезжающая. Обязательно вот хорошо, если есть гимнастический уголок. Если нет, значит, пусть это будет что-то для метания. Контейнер какой-то, вы фольгу намяли и бросают. Кочки, может быть, какие-то придумайте. Прыгалки натянули, чтобы дети перепрыгивали. Ну, вот что-то для подвижных игр тоже. Мечи, ворота, клюшки забить, этот шар в ворота, какие-то импровизированные что-то. Ну, табуретку тоже перевернул, вот у вас уже какие-то ворота получились. Вот, в общем, не забывайте про подвижные игры. Игры такие вот, чтобы они были на переключении внимания, и просто внимания, сколько рояса я хлопнула, столько раз ты, допустим, прыгни на этой ноге. Я, допустим, сейчас кошка, я сплю день-ночь, ты мышь, ты бегаешь. Кошка проснулась, мышь, все, в норку спряталась, там, допустим, обруч какой-то на полу. Вот, но это нужно почитать игры, подвижные по программе детского сада по физкультуре. Там очень много вот этого на внимания. То есть, если, допустим, руки вверх, ты прыгаешь. Если руки вниз, ты, допустим, садишься. Ну, это вот на переключение внимания очень полезно. В общем, сюжетные, подвижные, настольные, интеллектуальные и уголки. Нет, в уголке я говорила. И конструирование. Вот, четыре вам, пожалуйста. А может быть, сейчас еще родители что-то еще накидают. Это была Татьяна, 14 декабря.